Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Программа 7 минут. А у нас в гостях главный врач Рязанской городской клинической больницы номер 11, Исакова Евгения Михайловна. Добрый день! За окном осень, но пока одни радуются яркой листве и последним солнечным теплым денькам, другие вспоминают, где домашняя аптечка, носовые платки и бабушкины заготовки в виде малинового варенья и меда. Почему при малейшей смене погоды мы тут же начинаем болеть? Как укрепить свое здоровье и не добавить себе хронических неприятных заболеваний? Так складывается, что заканчивается отпускной период, люди собираются в большом городе, дети идут в школу. И, конечно, после того, как закончился летний, такой более свободный отпускной период, люди начинают больше общаться, появляется, скажем так, обмен той и микробной флоры, которая привезена с различных уголков нашей Российской Федерации, может быть, из деревень в город. И вот это при тесном общении, конечно, нахождение длительное время в закрытом помещении приводит к тому, что растет заболеваемость капельными инфекциями. Ну, как правило, это острые респираторные вирусные инфекции. Хотелось бы, чтобы люди заботились о своем здоровье. Не нужно как-то делать какой-то трудовой подвиг и идти в состояние нездоровья на работу, тем самым неся свое состояние болезненное к людям. Нет, нужно позаботиться и о своем здоровье, соблюдая ограничительные мероприятия, домашний режим, лечение и тем самым, естественно, заботясь о состоянии окружающих, то есть не являясь источником инфекции и распространением ее в коллективе, будь это взрослый коллектив или детский коллектив. Несмотря на какое-то такое существующее убеждение, что летний период – это укрепление здоровья, да, возможно, но тем не менее смена погодных условий, температурного режима, да, может быть сейчас не совсем тепло в квартирах, то есть вот это вот охлаждение, дождливый период, то есть какие-то моменты переохлаждения, они тоже могут способствовать тому, что снижается реактивность организма и повышается восприимчивость к инфекциям. Безусловно, очень важно это правильная организация своего рабочего времени и режима дня. Для того, чтобы организм успел отдыхать, совершенно верно, для этого нужно отдыхать ночью, работать днем. Причем и отдых должен быть тоже полноценным, когда умственная деятельность, она сменяется физической активностью, это очень-очень хорошо. Не нужно забывать о необходимости физических упражнений, организовать правильное полноценное питание с включением в рацион достаточного количества фруктов и овощей. Давайте скажем о том, что у нас ведь как принято, мы очень долго запускаем болезни, а уж если начали лечиться, то за один день буквально все. И медицинские препараты, и чеснок, и бабушкино варенье, вот все и сразу. А врачам потом все это разбирать, правильно? Конечно. И хотелось бы в первую очередь, конечно, предотвратить заболевания. Вот мы сейчас говорим об инфекционных заболеваниях, потому что РВИ – это, конечно, инфекционные заболевания. А тем не менее, есть и достаточное количество других, скажем так, соматических заболеваний, к которым относятся гипертоническая болезнь, очень распространенная среди населения, ишемическая болезнь сердца, хронические заболевания легких. И вот мне хотелось бы сообщить сейчас нашим телезрителям о том, что с этого года в Российской Федерации началась всеобщая диспансеризация. Это очень важное мероприятие, которое проходит на уровне всей страны. Задействованы практически все лечебные учреждения амбулаторно-поликлинической сети. Это очень важно, потому что в течение очень короткого времени человек, посещая поликлинику своего участкового врача и отделения профилактики, может пройти обследование и получить результаты состояния своего здоровья. То есть в какой группе здоровья он относится, какие возможные вероятности развития дальнейшей, скажем так, жизненного пути в отношении здоровья. И что какие предрасполагающие факторы к заболеванию сейчас имеют место быть вот в настоящий момент. Это мероприятие очень важное. Хотелось бы сказать, что оно занимает по времени не так много. Это можно пройти в течение одного-двух дней. Мне хотелось бы призвать наше население обязательно пройти диспансеризацию, потому что это в первую очередь забота о собственном здоровье. Сегодня нет проблем, я так понимаю, с большими очередями, практически нет. Да, электронная регистрация оптимально их сократила. Это действительно так? Введена возможность электронной записи на прием к врачу. Это можно сделать как по интернету, так можно получить талон на прием к врачу, придя в поликлинику через специальные устройства. Если, допустим, по каким-то причинам человек не хочет этого сделать, можно записаться на прием к врачу обычным способом, обратившись в регистратуру. Хочется ведь не просто доверить свое здоровье хорошему доктору, но и быть уверенным в качестве этой работы. Сейчас с медперсоналом есть какие-то трудности, особенности? Хотят ли люди идти на эту работу или не очень? Я думаю, что это проблема не только здравоохранения, но и вообще всех квалифицированных кадров нашей страны. Проблемы, конечно, есть. Кадровый вопрос не может не иметь таких проблем, потому что хочу просто еще раз сделать акцент, что и врач, и среднемедицинский работник – это высокопрофессиональный специалист. Подготовка его требует очень большого времени и вложения бюджетных средств. Врач готовится в медицинском университете 6 лет, а затем интернатура или ординатура, различные первичные усовершенствования или переподготовки. То есть это достаточно основательный процесс. В последнее время очень хорошо, что в городе Рязани есть свой медицинский университет, и подготовка кадров осуществляется на хорошем уровне. Хотя, скажем так, тяготы этой профессии, медицинской работы, они все-таки есть, потому что работа, постоянная работа с людьми, она требует, конечно, большого психоэмоционального напряжения. И здесь важна не только хорошая профессиональная подготовка, но и личностные, да, личностные качества человека, которые позволяли бы действительно ежедневно выполнять эту большую работу. Поэтому мы очень рады, когда приходят к нам молодые специалисты, есть вакансии, мы ждем молодых специалистов. Хотя, скажу, что сейчас какого-то угрожающего состояния по наличию кадров нет. Хотя, вот можно, конечно, говорить об этом, что в последнее время мы испытываем, конечно, кадровый голод больше даже в отношении среднего медицинского персонала. Несмотря на то, что и за последние годы и правительством Российской Федерации, и правительством Рязанской области приняты меры по повышению заработной платы медицинских работников. Техническое оснащение позволяет диагностировать вовремя разные заболевания и, в частности, лечить их? С 2006 года в Российской Федерации начался проект, национальный проект здоровья, который сделал акцент на улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, оснащение современным оборудованием. Национальный проект продолжается и до сих пор. В 2011-2012 годах была реализована программа модернизации, в том числе и на территории Рязанской области. Эта программа успешно завершена, программа модернизации здравоохранения Рязанской области. были вложены большие средства, которые действительно позволили значительно улучшить материально-техническое оснащение лечебных учреждений, в том числе и оснащение специальным медицинским оборудованием. Это была программа «Семь минут. Будьте здоровы» и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова